Как вы все и просили, второй сезон «Смешная армия» все серии. Приятного просмотра. Стоять, призывник! Вот это сходил за хлебушком. Товарищ капитан, ещё одного словили. Вам просто повезло, что я спотыкнулся. О, отлично, ещё и лысый, стричь не надо. А мне нельзя служить. Это ещё почему? Я многодетный отец-инвалид, заканчивающий магистратуру. А, да? Ну, сейчас я гляну в твоём личном деле. Да ну, пожалуйста, я вас прошу, не надо. Сынок, военкомат слезам не верит. Ожидай. Парень. Если хочешь, могу тебя откосить. Да нет, таким способом я точно не хочу. По-моему, ты себя с кем-то перепутал. Это какое-то недоразумение. Так а ну молчать! Ты единственное недоразумение в этом кабинете. По закону ты обязан служить. Так а может я взяточку? Какую ещё взяточку? В особо крупных размерах. Вот такая вот история. Зато честным оказался, взятку не взял. Так в том-то и прикол, что взял, а служить всё равно отправил. И такое бывает. Так, так, так. Здравия желаю! Отставить! Как это понимать, дневальный? Вражеский сон замаскировался под зевок, а потом неожиданно напал на меня. Два наряда вне очереди. Да за шо? За такое поведение. Мне за поведение в школе пятёрку ставили. Понял. Пять нарядов вне очереди. Да ну... Чем в казарме воняет? Пока во сне было, ничем не воняло. Быстро на полигон гранаты метать! Итак, армейская мудрость гласит, не бойтесь гранату, она ручная. Также она очень эффективна в окопах, блиндажах и закрытых помещениях. Ну, кто первый? Я! Давай! Понял? Ты чего это? Тю, да вы же сами сказали, в окоп эффективней. В боевых условиях. А, ну ничего, тяжело в учении, легко в бою. Ну, здравствуй, родная. Сыночка! Мамулечка! Вернулся мой родненький щенок! Ты чего, в карауле уснул? Я тебе сейчас столько нарядов луплю, что ты после дембеля ещё год будешь в армию ходить их отрабатывать. Да у меня просто хроническая усталость. Как тебя тогда в армию взяли? Как и всех. По собственному желанию? Принудительно. Ох, я тебя сейчас влуплю. Да засшу. Строй роту, идём учиться одевать противогаз. Фух, хорошо хоть не появился в том снег, где я с девушкой любовью занимался. Итак, армейская мудрость гласит, если вовремя надеть противогаз, смерть наступит не сразу. Да давайте речь, уже в столовку хочется. Внимание! Газы! Хорошо. Где противогаз? Кажется, забыл. Кто-нибудь, дайте мне суперклей. Это не товарищ капитан. Теперь и противогаз не забудешь, и в нормативе по одеванию всегда будешь первый. Неужели? А я думал, опять спишь. Чё там в книжке интересного пишут? Рядовой. Подъём! Вот это будильник. Ты меня достал! Пять нарядов! Нет, десять нарядов не очереди! Товарищ капитан, шо вы как баба? В смысле? Одни наряды на уме. Быстро на полигон. Понял. Стрелять сегодня будем из снайперской винтовки положения лёжа. Вы шо, издеваетесь? Земля холодная. Иванов отстреляется, ляжешь после него на тёплую. Да-да. Ну, давай, на выдохе. Плавно нажимай на курок. Ой, мазила. Я ещё разочек. Погоди, мишень слетела. Ну и стрелок. Товарищ капитан, не лежите на холодной земле, простудитесь. Ого. Кстати, ставьте пятёрку, пуля насквозь прошла, я в десятку попал. Да за шо мне это? Министр генералиссимус, великий полководец, разрешите обратиться? Я же просил, не так официально. Можно просто министр обороны земного шара. Простите, вот, кстати, ваша ордена за мужество. Двадцать пять, только за сегодня. Чё так мало, вчера я сорок получил. Ну так вам уже не с кем воевать. Тогда собирай мою армию, буду отвоёвывать свои же завоёванные земли. Не получится, снова марсиане атакуют. Но с этим мы сейчас быстро разберёмся. Это чё такое, солдат? Уборка казармы, паутину снимаю. Каким-то странным ты с увольнения пришёл, ничего не употреблял? Ну ладно. Я не понял, это чё, фен? Я всё объясню. Отставить! По уставу не положено, подлежит изъятию. Братик, чё мы употребляли? Жёстко кроет. Та не, вроде попустило. А как он работает? Я перезвоню. Ты чего? Э, солдат. Сдавайся. Не попустило. Перед вами кольчуга двадцать первого века. Бронежилет. Встать! У тебя что сейчас по расписанию? Учение? Да, а я думал тихий час. Где бронежилет твой? Уже на мне. Вот. Куда ты его прицепил? Ну вы же сами говорили, жилет защищает жизненно важные органы. А для меня эти органы очень важные. Нужно его просто пристрелить на учениях по стрельбе и сказать, что это был несчастный случай. Да за шо? А дев броник, что мы с вами почувствуем? То же, что и чувствует толстая беременная женщина. Мы безопасность почувствуем. Даже если стрельнуть с автомата, можем проверить. Готовы? Давай. О, целенький. Товарищ капитан, что с вами? Понял? Наконец-то команда тихого часа. Перед вами инструктор по... Маклабухин, ты сегодня брился? Так точно. Незаметно. В следующий раз стой ближе к бритве. Есть. Инструктор по медицине Барбовалов Олег Анатольевич. Благодарю. Сегодня будем рассматривать то, что висит у каждого солдата на боку. Жир, что ли? Тактическую аптечку. Маклабухин. Если у солдата нет аптечки, это значит что? Что министерство обороны их уже кому-то продали. Маклабухин. Что он не сможет оказать медицинскую помощь ни себе, ни товарищам. Аптечки бывают разные. Вот, например, натовский вариант. А вот наша. Какая главная особенность между ними? В натовской аптечке нет подорожника, молитвы и подковы на счастье. Прошу прощения, разрешите оказать первую медицинскую помощь? А какое ранение? Осколочное. В голову. Даже разрешаю наложить турникет. А на сколько его накладывают? Зимой на час, летом на два. Ну, в классе тепло, так что два часа проведем в тишине. Да за что оно это? Значит, в мире нет аналогов данному парашюту. Но ты посмотри, оно еще и на учениях спать будет. Вспышка справа. Ай, да за что? За все хорошее. Не надо было говорить, закройте глаза, представьте свой полет. Итак, армейская мудрость гласит. У кого на первом занятии не раскроется парашют, на втором прыгать не будете. А если это действительно произойдет, что делать? Советую успокоиться и насладиться пейзажем. Потому что эта возможность вам больше не выпадет. Да ну вас с вашими шуточками. Все, складываем парашют и на боевой вылет. А мы не пыз... Да, погода сегодня летная. Давай, первый пошел. У меня парашют. Чего? Поэтому боюсь прыгать. Секунд. Дай сюда парашют. За ПДВ. Фух, живы. Прыгнуть после слов, что у меня купол парашюта порванный. Ну вы настоящий десантник. Ага. Убью. Да за что? За учение по маскировке. Я же был на них и даже маскировался. Вот именно так замаскировался, что мы тебя два дня не могли найти. Ну задремал ненадолго, зато выспался. Помните, солдат ребенка не обидит. Бегом на тактическую медицину. Наш командир как чайка, прилетает с криками, обсирает и улетает. Сегодня мы будем с вами учиться накладывать турникет. Ха, я помню эту штуку. Итак, Маклобухин, ранение в правую руку. У кого? У тебя. Да нормально с ней все. Это имитация. А ой, как болит. Быстрее ты кровью истекаешь. Так что ж вы стоите в скорую звоните? Какая скорая? Ну вы же сами сказали, я кровью истекаю. Турникет накладывай. Да не, я не буду. Почему? Потому что самолечение может навредить вашему здоровью. Не, ну тут уже явно турникет не поможет. Маклобухин, от службы на секундочку отвлекись. Есть? Ой, есть. К нам в часть приехал очень серьезный генерал. А насколько серьезный? Из всех генералов у него самое большое пузо. Ого, это наверное из высшего руководства. Ага, так что забейся, как этот унитаз, где-нибудь в части. И чтоб не вздумал мне что-то учудить. Что это у вас тут происходит? Да вот, контролирую личный состав. Такой крепкий солдат. И парашу чистит. Спасибо. За что? Ну, за комплимент. Меня, ёршик, на автомат поедешь в горячую точку. Товарищ генерал, что вы меня солдата напугали? Да это ж всего лишь навсего. Я готов! Безобидная шутка. А, типа можно было не ехать? Да нет уж, теперь куда-то я вас пристрою. Вас? С ним поедешь. В смысле? Солдат, это отражение командира. А нам такие храбрецы нужны. Солдаты, кто из вас хочет пойти со мной в разведку боем? Может быть еще кто-то? Я! Ага, чтоб было как в прошлый раз! Петух, прием. Это курятник. Доложить обстановку. Вижу цель, держу на мушке. Вас понял, прием. Задача оберегать. Повторяю, задача оберегать. Да я не виноват, там амброзия цвела. Только попробуй в этот раз запороть. Да, товарищ капитан, ну вы конечно и мужик. Это еще почему? Да ну не каждый сможет километр проползти. Я не понял, ты что все это время шел? Ну а что ползти, земля после дождя сырая. Чтоб тихо и незаметно подкрасться к врагу. Получается мы из-за вас провалили задание. В смысле? Из-за ваших криков нас заметили. Ну солдат, если мы выживем, то станем боевыми братьями. Я сам тебя прибью. Ага, мина. Да хватит играть в свои игрушки, ты на войне или где? Ага, ой, простите. Не хватало еще позицию из-за тебя спалить. А вообще нас обдурили. Говорили отправить в горячую точку. А это какая-то сырая точка. Приказ есть приказ. Угу, еще и жрать хочется. Дайте поесть. К сожалению, еды у нас осталось ненадолго. На сколько? На вчера. Вот это жизнь солдатская. Грязный, голодный. Интересно, у генералов такие же проблемы? Да что же это за жизнь такая? Еще раз простите, что в нашем меню нет рапанов по-венециански. Но я так хотел их попробовать. Ладно, неси свои тигровые креветки. Сейчас бы суши или пиццу. Ага, мечтай. На, он котелок облежит тут остатки каши. А я на позицию. Пш, враг движется к вам. Прием, вы замечены. Ну, а как им это удалось? Да, и пиццу 4 сыра. Все, координаты сбросил, жду. Что? Доставка еды. А вот и заказ. Вроде бы отбились. Интересно, что там внутри? Ты что, совсем? А если взорвется? Да что вы так переживаете за нее? У нас их целый ящик. Господи, откуда вы такие беретесь? Ну, как это откуда? С медкомиссии приходим. Фамилия. Та-та-та-та. Ты что, заикаешься, что ли? Да. Вот этого в пулеметчике запишите. Уберите свои руки, я не хочу служить. Фамилия. Ничего я вам не скажу. Слушайте, а он хорош. В разведчике его. В смысле? Маклабухин. Хочешь служить? Нет. А будешь? Да ну блин. Дроздов. Хочешь служить? Конечно хочу. Возьмите меня, пожалуйста. Не, этот не годин. Списывайте его. А как так? Ну, а кто добровольно идет служить? Мало ли, что у него там на уме. А так я тут и оказался. А зачем вы нюхаете палец? Да это знак, чтобы ты рот закрыл. А-а-а. Хватай автомат. Сейчас что-то будет. Слышишь? К нам кто-то движется. Ага. Ну что, сынок? Пришло время вспомнить все, чему тебя учила армия. Хорошо. На счет три. Ты что делаешь? Вы же сами сказали, вспомни. Ну вот, я и применяю знания на практике. Просто вылазь с окопа и нажимай на курок. Понял. К бою! Бабка? Так это, нажимать на курок? Отставить. Вы кто такие? И что вы у меня в палисаднике делаете? Старая, ты что совсем? Война на улице, она лазит. Так, берите свою войну и идите отсюда. Мне блистя загребать надо. И что делать будем? Вдруг она диверсантка. Держи ее на мушке, а я начальству позвоню. Вот тебе, малышка, медалька за то, что захватило мое сердечко. Дозвонились? А-а. Наверное, важное совещание у них. А бабка-то диверсанткой оказалась. Ты что, ее допросил? Не, она только ушла, и на нас сразу вон грады полетели. Да за что мне это? Товарищ капитан. Что? А как вы в армии оказались? Ну, во-первых, кто-то ж должен родину защищать. А во-вторых? А во-вторых, никто моего мнения не спрашивал, как и тебя военкомат забрал на улице. Понятно. Ах, капец. И отсюда на нас идут, и оттуда. Твою... Нас берут в котел. О, так это нам покушать дадут? Нет, нам сейчас просто дадут. Я звоню в Генштаб. О, обожаю тайский массаж. Алло. Товарищ генерал, мы попали в окружение. Разрешите отступить. Я тебе сколько раз говорю, не звоните мне по пустякам. Продолжайте. Баклобухин. Да? Сейчас будем прорываться. Не, я никуда не пойду, я вообще-то ранен. Куда? Прям в сердце. Меня ранили ваши слова, что я бездарь. Да ты пойми, сейчас либо мы, либо нас. Тогда к бою. А откуда у тебя коричневая краска? Лучше вам не знать. Не продолжай. Вперёд! О, проснулись. Мы что, вышли из окружения? Ага, но только отрицательно. В смысле? Мы в плену. В бою? Да, но вы, конечно, такое там в бою вытворяли. Противники были в шоке. Например? Да вы там и плакали, и маму звали. Короче, нас пожалели. Я ни черта не помню. Значит, слушайте, что было до вашей контузии. Вперёд! Ай, всё, 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 я не могу, я триста. Тебя что, ранили? А, нет, соринка в глаз попала. В какую же сторону отходить? Маклопухин. А, да. Помнишь, в штабе карты лежали? Ты их захватил? Ну, конечно, вот три колоды. Тих, топографические карты. Тогда выходим наугад. Товарищ капитан. Вы же сами заминировали это поле. До сих пор этот звон в ушах. Ладно, время убегать отсюда. Ах, да, забыл сказать. Из плена вы теперь можете только уползти. Товарищ капитан, что вы такой грустный? Мы в плену, я без ног. Действительно, чё это мне грустно? Я знаю, что вам поднимет настроение. Вот. Это чё? Ну вы, когда на мине подорвались, я их подобрал с поля боя. Блин, здесь две правые. Ну ничего, приспособитесь как-то. Господи, это какой-то просто страшный сон. Товарищ капитан, не ползайте перед глазами, тошнит. А я уверен, что в генштабе сейчас думают над тем, как нас вытащить из плена. Да что же вы никак не поймёте, что пока мы здесь, они находятся там. Вы правый генерал, действуйте. Есть. Алло? Девочки, приезжайте лучше вы к нам. Они нас не просят. Они, наверное, это уже сделали. Спасибо. Маклопухин, мы должны с тобой сбежать из плена. А зачем? Мы как в лагере, вон тут кормят. Правда, бьют иногда. Смирно! Ты чё, солдат, за еду продался? Никак нет! Так значит, бери меня рюкзачком, мы убегаем из плена. Что с вами, товарищ генерал? Устал я от этой службы. Тактические учения прошли корпоратив. С проверкой в часть поехал. Стол накрыли. Сегодня орден вручили, опять пить надо. А, вот чё вы такой нарядный. А за что орден? За мужество. А как, сидя в кабинете, за такое орден дают? Ну, наверное, мужественно сидел. Так, чё там у нас по работе? Всё в порядке, отчёт готов. Солдат, у тебя голова пустая, как склад с боеприпасами. Что-то не так? Сколько у нас боекомплектов? 50. И в отчёте 50! Так а в чём ошибка? Главное правило армии. На бумаге должно быть больше, чем в наличии. Понял, переделаю. Всё, я отдыхать, хватит с меня сегодня работы. Ах, да, у нас капитан и солдат в плен попали. Ох, и волокиты будет. С вызволением? С оформлением в дезертиры. Они ж в первую очередь позицию покинули. Теперь у них надежда только на себя. Беги, Маклобухин, бегу! Кажется, мы от них оторвались. Так же оторвались, как на поле боя ваши. Не вздумай шутить про мои ноги. Простите. Угу. Ну вот чё ты ржёшь? Да просто думаю, как вы теперь будете показывать строевые упражнения? Ты у меня сейчас героем станешь. Правда, один нюанс, посмертно. Понял, молчу. Интересно, чем наше руководство занимается, пока мы тут в сырости сидим. Я думаю, чем-то важным. Товарищи офицеры, министерство закупило новую партию бронежилетов. Предлагаю их сразу продать. В смысле, а в чём солдаты будут воевать? Молчать! Ты шла думаешь, что мы совсем нелюди какие-то? Адмирал, докладывайте. Мы им отправим сотню списанных спасательных жилетов. Ну вот, проблему решили. Товарищ капитан, а гранаты дорогие? Очень дорогие. А 120-е мины? Ещё дороже. А чё ты спрашиваешь? Просто смотрю, какое богатство на нас летит. Твою ложись! Как можно было выжить при таком обстреле? Наверное, нас кто-то сверху оберегает. Мда. Ну что, смерть Клобухин, летняя практика два балла. Да ну я же пытался по ним попасть. Вы же видели, как они выворачивались. Вставай! Я хочу как можно быстрее добраться до генерального штаба. Интересно, почему солдат мечтает стать генералом? Потому что генералы на войне не умирают. Ха, и то верно. Адмирал Рапан по вашему приказанию прибыл. Докладывайте. Корабль в полной боевой готовности. Сколько более комплекта? Два ящика и один с коньяком. Ну, с богом. А вы куда? Буду лично патрулировать акваторию нашего моря. Где-нибудь на бережку под зонтиком. Давай, Маклобухин! Ты чего? Одно из двух. Или это только что была моя совесть? Или коньяк просроченный? Благодаря тебе, адмирал, я понял, что лучше всего бухать на корабле. А почему? Рыгаешь от того, что перебрал. А все думают, что у тебя морская болезнь. И то верно. Сейчас похмелимся. Здрасте, товарищ генерал. Кажется, я забыл утюг в каюте выключить. Слава богу, живые. Я себе места не нахожу. А так и не надо звездеть. Да серьезно, я вот вам даже уже ордена приготовил. А ты вообще знаешь, с чего бы нам стреляли? С вот этого? С вот этого? Со всего. Хорошо, все. Даю вам два дня выходных. О, спасибо. Не мелочись. У меня есть другая идея. Мужики, да ну дайте хоть боеприпасов. Вот, генштаб, звоните, все вам дадут. Что это было? Пусть повоюет. Новости с генштаба, все цели достигнуты, война, все. А вот и лайфхак, как закончить любую войну. От крыса.